Животные о сложном финансовом положении приюта не знают, хотя, может, и догадываются о проблеме по еде. Вместо привычного мяса, рыбы, сейчас бульон из куриных лапок. Но и этому рады. Крыш над головой есть, а стало быть, зима не страшна. Хотя, кто знает, угроза пока не отступила. Но сдерживается ее натиск силами неравнодушных людей. Находятся активисты, кто поставляют крупы и какое-то количество специального корма, высылают деньги на так называемый голодный телефон. В течение последних двух недель приют вызывает о помощи. Посты СО с реквизитами публикуются в собственных группах сети ВКонтакте и Одноклассники. Благодаря помощникам у майского дня за это время сформировался небольшой запас провизии. Но хватит его только на месяц, если так и не найти сильного спонсора. Дело в том, что более двух лет основным поставщиком продуктов питания для наших животных являлся гипермаркет Ашан. По продукции привозилась ежедневно. И благодаря этому у приюта была сформирована стабильная кормовая база для животных. Но две недели назад сетевая компания почему-то отказалась поставлять списанную продукцию. Причину не объяснили. В майском дне с финансами скудно. Денег хватает только на то, чтобы оплачивать текущие нужды. Вывоз с мусора, электроэнерго и приобретение опилок. Здесь даже не могут позволить делать закупки продуктов на всех животных. А их сейчас в приюте более 400. Ежедневно, чтобы прокормить такую ораву, требуется полтонны корма. Число питомцев, даже несмотря на то, что их пристраивают в новой семье, не сокращается. В год забирают около тысячи, но примерно столько же приют принимает в свои ряды. Нередко поступают с тяжелыми травмами. Их выхаживают. Но на таких не заглядываются. Если только не случится, можно сказать, чудо. Вот эта кошечка без правой лапы поступила сюда после ДТП. Кисульке оказали мы первую медицинскую помощь. Сейчас ее стерилизуем. И уже кошечку забронировали. Приехала семья с намерением забрать уже не здорового питомца, а инвалида. Другим питомцам остается ждать своего счастливого случая. Но раньше с миской здоровое питание, а сейчас как повезет. Да и заморозки не щадят уже. На грани закрытия также находятся и все действующие программы приюта. Одна из таких – доступная стерилизация, которая имеет цель снижения числа беспризорных хвостатых на улице города. Но что будет с этой программой и с приютом в целом, сейчас пока предугадать сложно. Алена с уверенностью говорит, будут продолжать искать помощь. Ибо что еще остается делать? Альтернативный вариант прямой помощи – съемка в одной из фотостудий города – организуется на этой неделе. Любой желающий может записаться на пятницу или субботу. А собранные средства на этой фотосессии пойдут на покупку корма для животных приюта. Юлия Михайловича, Антон Осипов. Программа «Губерния». Юлия Михайловича, Антон Осипова.